И что, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем с вами играть в Бенди and the Dark Revival, и не просто так, ребята, сегодня вышло сезонное обновление, которое как раз таки добавляет новогодней тематики, новогодней дистрибьюции, как раз таки связанной с подготовкой к Новому году. И здесь у нас и гирлянды, и елки, и все вот эти вот персонажи, которые есть, они все в новогодних шапочках, и может какие-то подарочки находить, смотрите, вот мы нашли, забрали, какой-то, видишь, collected present, я не знаю, что это такое, мы что-то взяли, давай проверим, где это должно быть, где это должно быть, куда это сохраняется, непонятно, может быть это что-то, можно потом куда-то положить эти подарки, смотри, вам подарки тоже там есть, туда мне, туда. Дайте мне все подарки, все подарки хочу, видишь, здесь повсюду эти подарки разбросаны, я так понимаю, если собрать какую-то часть подарков, что-то это нам даст, что-то это нам даст, но пока непонятно что. И в любом случае, здесь все так же запихали, эти шляпки дали всем, кому не лень, о, у меня, кстати, жизни нет, бежим, 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 нет жизни, бежим, 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 не убивайте, пожалуйста. Пожалуйста, Новый Год же, Новый, ай, Новый Год же, нахрен, на носу, ну ладно, ну теперь можно отомстить, дай шляпу посмотреть, дай поносить, алло. Вау, классная шляпа, забираем. Какие-то, видишь, подарки мы собираем, так я не понял, для чего они нужны, но прикол в том, что у каждого, абсолютно у каждого существа, у каждого персонажа, здесь будут теперь новогодние шляпки. В том числе у Бенди, в том числе у Бориса, в том числе у других-других-других-других чувачков. Ну и что, вы долго там прыгать будете? Валите, давайте. Че и подлагивают гады такие. Ну так получилось, что я могу сделать. Оп, кушали. Кушали одного. Побежали, побежали, побежали. Не знаю, куда бежим, просто осматриваем локации. То есть в некоторых местах, конечно, вообще очень сильно все поменяли, добавили очень много всего интересного, елок и всего остального. В некоторых локациях практически ничего не изменено, но увидите, как здесь. Здесь вообще ничего не поменяно. Не помянено. Ой! Ой, хорошо, новогодняя песенка. Офигенно. Кайфово, кайфово. Здесь все-таки, видишь, не поменяно ничего. Короче, не сменили ничего там, но поменяли здесь. Эй, ты че смотришь? Не смотри. Не надо смотреть. И здесь тоже музыка кайфово играет. Офигенно. О, тут даже эти столики украшены новогодними елочками маленькими. Подарочек забираем. Но подарочек меня не хилит. Я не знаю, зачем подарочек. Я уверен, что здесь есть какая-то пасхалка, связанная с подарочками. Я просто на все тысячи миллиардов процентов уеду. То есть, что-то эти подарочки здесь должны давать. Так, еды здесь нету. Не восстановлю себе хпшечку. Жаль. Ну ладно. Здесь также добавили какого-то персонажа особенного. Который ходит с мешком. Ходит с мешком. И, разумеется, ну это обычный потерянный. Только с мешком. Я не знаю, зачем. Да ба, ё-моё. Я забыл совсем. Потому что еще и Бенди должен появляться. У меня конец. Ноу! Меня убил Бенди! Надо перезагружаться. Вот такие вот дела. Но это все очень круто. Давайте, кстати, зайдем, наверное, на другое сохранение. На сохранение, связанное... Давайте, давайте. С концовкой игры. Бам, бам. Вот оно. Посмотрим, будет ли у нас Одри... Одри в новогодней тематике в секретной концовке находиться. То есть, если что, у меня все сделано для секретной концовки. Давайте на нее посмотрим. И сейчас узнаем, будет ли она в шляпе этой своей новогодней или все-таки нет. Но, кстати, когда нажимаешь на эскейп, она не в шляпе. Не, у нас здесь ничего новогоднего в этой концовке нету. Да, в этой концовке вообще ничего новогоднего нет. Кстати, эскейп нельзя нажать в этой игре. В этой концовке, прикиньте. Ё-моё! Что происходит? Что произошло? Выпустите меня отсюда, выпустите. Выпустите меня отсюда. Но это печально, на самом деле. Это печально. Я думал, что здесь тоже будет новогоднее. Но, к сожалению, видите, нету. Давайте зайдем тогда, получается... А я не смогу, наверное, уже зайти на концовку. Хотя, почему не смогу? Давайте все-таки пройдем, попробуем сейчас концовочку. И там тоже посмотрим на всех персонажей. Потому что, как я понял, все персонажи... Эм... Той концовки. Они тоже должны иметь новогодние шляпки. И, возможно, в той концовке как раз-таки будет что-то изменено. Заодно и проверим, что... Тоже меняется. Джо и Дрю, давай быстрее. Загружай. Загружай нам чернильную машину. Нам очень важно посмотреть, что вы добавили новогоднего. Но мне, на самом деле, очень сильно понравилось такое обновление. И вот сравнивая, да, две игры. Вот нельзя их не сравнивать. Бенди и соседа. Вот согласитесь, нельзя их не сравнивать. Бенди, первая часть вышла практически в тот же момент, когда выходил первый сосед. И все говорили, что, ну, Бенди лучше. Ну, по понятным каким причинам. Я тогда еще мог поспорить. То есть, сосед мне тоже очень сильно нравился. И, разумеется, сейчас выходят Бенди 2 и сосед 2. И здесь уже, конечно, безоговорочный победитель. Это сосед. И, видишь, они поменялись местами. Раньше Бенди выходил главами. Реально, раньше Бенди выходил главами. А теперь соседа планируют выпускать главами. Просто что? Неужели соседа Бенди укусил? И теперь они, видишь, вот так вот все переделывали в каком-то непонятном. Как будто они реально поменялись местами. Как будто в комедию попали. Так, ладно. Смотрим, что здесь. Ты в шляпке ходь? Ты в шляпке ходь, кстати. Смотри, в шляпке ходит. Какой ты, блин, Дед Мороз? Бороду наденем, не шляпку. Давайте пропустим. Потому что у нас даже сейчас... Ой. Эй! Все, ребят, залагало. Отлагало. Фух. Я уже думал, все сломалось. Здесь, разумеется, кассета, но мы это брать не будем. Сказал я и взял кассету, да? Все, пойдемте сразу на концовку. Потому что тот самый чувачок, который появляется у нас, он тоже будет в шляпке. И Бенди у нас тоже будет в шляпке. Все будут в шляпках. Давай уже мне эту штучку. Я готов нажимать рычаг. Я знаю, что будет рычаг. Мы их, кстати, не можем. Давай пройти? Да, не можем. Потому что изначально у нас здесь должен быть рычаг. Опачки, активируем. Только одна Одри у нас. Главный персонаж без шляпы ходит. Новогодний. Обделили главного персонажа. Давай посмотрим, как в сцене же он тоже будет. Со шляпой. Опа! Якорь, опа! Хватайся. Да, он даже здесь с шляпой. Выбегательная шляпа огромная. Блин, Болу, это просто пипец. Это просто рофл. Это просто рофл. Да я все понял, дайте мне уже играть. Я умею, я умею, правда. Давай сюда еще. Давай, крабик, сюда кидай. И сюда можешь кинуть один раз. Давай, давай, давай. Мы заждались. Нам нужно дальше проходить, братишка. Опачки. Второй на месте. Блин, кстати, у нас эта фигня выключается, прикиньте. Эти тоже все со шляпами, если что. Он там какими-то сюрикенами кидается. Но не обращаем внимания. Мы просто выполняем свою работу. Блин, все равно кинул, успел. Офигеть. Я уже нажимал практически. У меня, кстати, видите, я их убиваю. У меня отхиливаются жизни. То есть, вот эти чернила, видимо, какое-то свойство имеют. Исцеляющие. Так, давай еще раз. Финальный босс, конечно, довольно-таки слабый. Хотелось, наверное, больше всего всем именно игрокам срадиться не с таким каким-нибудь монстром, а с чернильным демоном каким-нибудь. То есть, чтобы босс был именно чернильный демон Бенди. Я думаю, что не у меня у одного такое хотение. присутствовало. Ну, а что получили, то получили. В любом случае, игра получилась очень даже неплохая. Бег. Давай, давай, давай. Ну, давай, уже бей. Разгоняйся давай. Опа. Так мало наносишь. Мы на харде играем. Я думаю, он посильнее будет наносить. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, больше нельзя, видишь. Только три раза. Три раза, по три раза. Не подходи, не подходи. Ой-ой-ой. Весь такой наряженный, как новогодняя елка. Ой, ты не размахивай, подожди, я еще не убежал. На, 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 на. Победа. Победа. Сейчас посмотрим на всех персонажей. И сейчас черный демон, который вроде бы нас спасет. Он тоже должен быть со шляпкой. Давайте посмотрим. Мы поняли, поняли. Ты хочешь нам съесть ноги, только потому, что мы без шляпы ходим. Я тебя понял. Я тебя понял. Не, черный демон без шляпы. Ну, что такое? Кстати, он со шляпой, ну, не такого вида. А тот, который за вами бегает на протяжении всей игры. Он тот ходит со шляпой. Это почему-то в концовке без шляпы. Прикиньте. О, контент. Так, и что же произойдет? О, сейчас со шляпой пришел. Тогда без шляпы был. Почему так? Ну, ладно, в любом случае прикольно. Федлильный демон. Новогодний. А где музыка? Новогодняя. Блин, ну он такой прикольный здесь. Это вообще кайф. И сейчас Джоу и Дрю, которые появятся, он, интересно, тоже будет в шляпе или нет? Ну, как я понял, все должны быть в шляпе. И вот мне тоже интересно, последний вот этот вот монстр, за которым будем играть. Соединенный Бенди и Одри. Он будет в шляпе? Да мы поняли тебя. Мистейк, мистейк. Мы мистейк, ты мистейк. Вместе мы мистейки. Давай уже пожирай меня, да вперед этого... Убивать Джоу и Дрю, которые там будут. Но я на самом деле не ожидал то, что Одри в конце концов соединится с чернильным демоном. Я не ожидал такого. Я вообще даже не думал, что такое может быть в Бенди. Потому что это возможно здесь такое. Соединение какого-то демона и человека. Хотя нам это только что показали. То, что было соединение между Уилсоном и вот этой игрушкой. Но мы-то соединились не через машину, как это все делают. А он через машину с рисунком своим соединился. Ой, идет такой Санта-Клаус. Иди сюда, блин. Давай мне эту бобину свою. Ладно, все, я пропускаю. Он тоже реально у нас с этим... Со шляпкой. А будет со шляпкой последний? Чернильный демон. Зверь этот. Мы сейчас узнаем. Он за шляпкой! Это очень круто. Ему, кстати, вообще больше всех идет. Ему реально больше всех идет. Посмотри на него. Ёшки ты матрешки. Я не знаю, потом пропадет это обновление или нет. То есть возможность именно новогоднюю версию ставить. В любом случае, сейчас я понимаю, что это очень круто. И такие вот мелочи, да, казалось бы. Просто добавление всяких ёлочек. Добавление гирлянд, новогодней музыки. Шляпок и всего остального. Вот, казалось бы, мелочь. Но так приятно, когда такое добавляют в игры. Это просто очень приятно. И поэтому... Хотелось бы во всех играх, чтобы разработчики так же... Душевно относились к своей аудитории. Особенно к аудитории, которая постоянно возвращается в игры. Потому что вот в Бенде, кстати, Наверное, одна из тех игр, Которые постоянно... Аудитория не заканчивает играть в эту игру. То ли ищет там какие-нибудь секреты. То ли перепроходят. То ли пытаются на скорость пройти. То ли пытаются открыть какие-то секретные фильтры. То ли пытаются секрет какой-то открыть, Которого никто не открыл. Короче, очень круто. Что в первой части это было, Что во второй то же самое. То есть пока все секреты не откроют, Пока всех этих секретных Бенди не обнаружат, Пока всех Митли не найдут, Они не заканчивают играть. Вот это очень круто. То, что есть возможность переиграть игру. Ну, даже не переиграть, А просто доиграть, так скажем, До самого-самого финала. Пока не останется в этой игре вообще абсолютно ничего. О, пришел Жаробасик. Тоже в шляпе. А Том. А Том тоже в шляпе. Да и Борис, значит. Если кто не знает, Борис находится за текстурами. Он, скорее всего, тоже в шляпе. Вперед! Он, кстати, реально бежит на шифте. Я хочу бежать. Если вы не знали, В этом моменте игры вы бессмертны. Только бы вас эти чуваки не били, Они вам ничего не сделают. Поэтому можно их вообще абсолютно не трогать. Но. Портер полетел. Своей суперспособностью. Блин. Вот здесь Сэмми, да, будет? Я вот его жду. А я тебя все жду, 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 жду. Тоже в шляпке. Тебе еще застрелили, братишка. Зря ты так много балаболишь. Ладно, побежали дальше. Балаболи, да балаболи. За это получил пулю в лоб. Он думал, что маска его защитит. Она же картонная, чел. Для тебя плохие новости. Картон не защищает от пуль. Побежали, побежали, побежали. Опа. Привет, Элис. И Генри тоже, кстати. Будет в этой штуке. Keep fighting, говорит. Чего здесь файтится? Они лопаются сами по себе. Я стучу по полу, а они лопаются. Все, побежали. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Не трогайте меня, я хочу посмотреть концовку. Концовку в шляпе. Видите? Вот действительно то самое перепрохождение, которое я делаю только из-за шляпы. Это дело в шляпе. О, шляпник. Привет. Привет, создатель шляп. Создатель чернильной шляпы. Но он не создатель, я не знаю, кто он. Это первый художник, который придумал Бенди. Не знаю, как по-другому его назвать. По сути, он создатель, такой же, как Джоу и Дрю. Он Джоу и Дрю создал и является владельцем компании больше. Так, ну все в шляпах, все в шляпах. Ты посмотри. И банда здесь тоже, они в шляпах. И вон наверху портеры и всякие чуваки тоже в шляпах. И эта девчонка, которая нам способность тоже дала вот эту. А какую она способность дала? Ну какую-то способность нам дала. Она тоже здесь в шляпе. Просто все, все, все. Банда мясников. И этот здоровяк тоже. Кого-то там уже избивает. Бедняк у кого-то. Трупы без шляп, кстати. Трупы без шляп. Единственные, кого обделили. Ладно. Опа. Ребят, цель этого видео не пройти игру. Не пройти здесь какие-то новые ключевые моменты. А просто посмотреть на то, что добавили и как это все визуально меняется. Мне очень понравилось. Это опять-таки говорю со стороны разработчиков очень душевно и круто. Надеюсь, вам тоже понравилось. И разумеется, вы тоже можете в настройках зайти, если вы приобретали игру. И поставить этот фильтр. Называется он Seosanal. Ну то есть сезонный. По-английски. И поэтому на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте подписывайтесь, публики ВКонтакте. Ссылка в описании, чтобы канал. Это была игра Bendy and the Dark Revival. И всем добра.